Привет, ты на канале ZLMAX GAMES и мы продолжаем с тобой играть в Ягуза нашего кузнеца Ивана, который должен выполнить последнее задание нашего царя. Он хочет найти себе жену, но также в предыдущей серии мы с тобой взяли еще два задания. Ведь у нас пенчуги стали каким-то образом призраками, да, какое-то проклятие на них висит и что-то еще. Лай-ненько, давай продолжим дальше. Так, Иван, мой бедный мачо, посмотри на себя. Что на этот раз? Почему ты выглядишь таким изнуренным? Я в порядке, правда. Но по твоему внешнему виду так не скажешь, не забывай, как следует спать, есть и пить. Иначе ты никогда не сможешь найти себе хорошую жену. Вот, я только что накопил кувшин свежей вода из колодца. Спасибо, бабуля! Счастливого пути, дорогой! Так, вот здесь, да? Ты нашел что-нибудь, связанное с моим любимым домовым, короче. Да-да-да, надо еще найти какого-то домового. Ну, ладенько, значит, сейчас мы с тобой отправляемся в путь, посмотрим, на какое задание мы пойдем. Кстати, да, давай посмотрим-ка, наверное, обновить наковальню можно или нет. Конечно, нет! Блин, у меня просто не хватает денег очень много. Хорошо, смастерить. Смастерить можно, но давай починим. Так, починить. Так, и давай, наверное, еще, если получится. Ну, в принципе, нормально. Чинить ничего не надо. Так, давай, значит, выбираем задание, на которое мы идем с тобой. Гончар только что приехал, но он забыл одну урну с домовым у себя дома. Дорога к Марье пролегает через, да, вот, замерзшие вершины. Иван выглядит обеспокоенным. Ну, давай, значит, быстренько выполним задание Гончара. Найдем его домового. И потом, конечно же, попробуем пробраться через, да, вот, замерзшие вершины. Через 3-9 земель нужно найти жену для нашего царя. Кстати, если тебе на нас мы прохожили, не трюшка, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируйся, и, конечно же, не забывай нажимать на колокольчик. Приятного тебе просмотра. Поехали. Здесь так сыро. О, нет. Да, конечно, воевать придется очень много. Много насекомых. Много вот всяких каких-то, да, вот, монстров. Реально монстров. Ладно, когда мы, значит, на низ пойдем, потом сходим еще наверх. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Много насекомых. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, монетки Сейчас уже не будут ДимаTorzok ДимаTorzok Ого! ДимаTorzok Дочь Богу! Да, давай, значит, что мы сделаем? Подношение сделаем какое-нибудь ДимаTorzok Заброшенный дом гончара ДимаTorzok 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 Сражение. Разбойники. Слушаю, как-то хорошо взрываются вот эти вот штуковины. Болото. Ядовитое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Так, в печи ничего нету. Ну, не знаю, давай подавим что-нибудь. Хлебушек додал. Так, давай теперь посмотрим, что у нас выходит Все-таки Я был не прав Я шел изначально Все правильно, ладно Возвращаемся на печке К замерзшему гиву Наш Иван лежит уже на печке Видишь? Так, у нас есть С левой стороны и с правой стороны Куда-то наверх Давай, значит, наверное, пойдем С левой стороны сейчас Это у нас был монумент Где мы получили осколок КОНЕЦ Так, это не та печка Блин, я не то выбрал Смотри, там, где мы сейчас с тобой были Там уже нет Куда идти У нас, получается, последнее направление Есть куда Так, это у нас Крошащиеся деево Поехали Так, давай поверим Да, это здесь Поехали Во Довольно шумный малый домовой Эта урна не принадлежит тебе Ты совершенно прав Я собираюсь вернуть ее законному владельцу Что? Нет, нет, нет Я больше не хочу иметь с ним ничего общего Он столь Он столь же дружелюбен Так, кроме того Он никогда по носящему не сынил То, что я делал Можем Может договоримся Вернись к нему с другой урной В обмен ты получишь способность быстро ходить И станешь таким же проворным, как лист на птичьей ферме Ммм, заманчивое дело Ну давай, по рукам Чистная сделка Уверен, мы могли бы договориться Путник, я благословляю твои ноги Теперь твой шаг будет быстрым во всех предстоящих путешествиях Ммм, да Как-то не хотелось, конечно, обмануть О, боже мой Че это такое? Так, он коснут, да, вот своих головастиков Головастики взрываются, кстати Головастики взрываются, как лист на птичьей ферме Так, осталось немножко И... ну-ну-ну, чуть-чуть Ееееее, уничтожил Че это такое? Водяное буков... ватс Молю, посиди мне, я хочу жить Пощадить, потребовать плату Ну, я не знаю Пощадить его А, ради чего? Давай нападем Тебе конец Нееет Я хочу твои ресурсы О, неплохо высыпалась с него Так, и еще одно очередное Давы сражение В смысле? Вся надежда потеряна Он ползет в поселку В надежде спастись Иван Не готов сдаваться Жертву своим добром Он продолжает сражаться Блин, каким добром? Короче, у меня было мало жизни И меня добили Давай, будем... Продолжаем сражаться Жертву своим добром Каким? А, кстати У меня уже сломалось Все? Нет еще В последнем месте Монстр Где тут? Так, мне теперь интересно Каким добром я пожертвовал? Неужели каким-то своими ресурсами? Блин, это будет, конечно, очень обидно Слушай, ну музыка, конечно, очень классная Так, давай, значит, прокачаем Ивана Что на этот раз мы ему качнем? Давай посмотрим Давай, наверное, мы качнем хлебку с ней с мясом Или не то я качнул? Ну ладно Так, давай, значит, что у нас с тобой здесь Быстенько починим, да? Починим Оружие Так, вот оно было в руках Ивана Пришло время вернуть ее к гончару Давай, наверное, дорога к Марии Да? Будущей жене не царя, а Ивана Он об этом еще, конечно, не знает Но Мы идем туда Похоже, Иван прислушивается к тебе Что дальше? Что ему нужно сделать? Что ему нужно сделать? Ему придется пересечь морозные вершины Теперь Оледенение, глаз и боли Такую мимоносность придется испытать Чтобы до стороны другую достать Морозка с сердцем ледяным Заставит каждого страдать Но чтобы сокровище достать Придется силу доказать Но Те, кто места здесь Их руки из ряда А сердце камень А если они вдруг увидят здесь Ивана Сидят его живьем И будет им забава Так Сражение будет с Морозка, да? Прикольно Я едва чувствую свое лицо Прекрасный день для головоломок Кузнец Пока не измерили меня И не знают Но Когда я истекаю Меня всегда не хватает Пока не измерили меня И не знают Но когда я истекаю Меня всегда не хватает Что я? Время Деньги Мое терпение Ну, наверное, время Конечно Да Снизойдет на тебя мудрость А теперь Иди прочь Прикольно Сражение Ого Че это такое? Ох ты, блин Бля, он еще и... Стреляет мне Нифига себе Стреляет мне так свежесть печеных хлеб есть отлично так есть дорога вниз есть дорога вверх два пойдем наверх о боже мой чуть такое готово давай немножко подвечемся так поищем хлеб есть пока что ничего нету ладно так а вот давай наверно мы с тобой починим какое-нибудь оружие реально ну очень надо опа морозка ты не пройдешь выбирайся туда откуда пришел человек почему ты не даешь мне пройти ты ничьи сердцем что какой платы ты хочешь у всего есть цена твое предложение денег для меня оскорбительно стоять так сразу говори что будешь сражаться да и все что не нравится да да он слабак слушай реально он слабый я мол конечно не слабый он кстати жизнь готов он исчез нифига себе давай вниз пойдем потом кто-то дальше суши я надеюсь что это было сражение скажем так одно больше его не будет хотя кто его знает так это еще что-то торговец давай посмотрим что он может предложить либо приветствую не хочет ли что-то купить давай продадим что-нибудь вот то что под оружием надо продавать так наверно давайте два клевера продам о смотри 6 штук 2 2 штуки оставляем 4 продаем 571 да засчитываются деньги только тогда когда я полностью заканчиваю торговлю так до ресурсов конечно очень много так что у нас здесь иногда при убийстве врагов восстанавливается выносливость чертова копыта блин я не знаю да наверное ботинок продадим клевер продаем и вот это еще одно подъем так и наверное давай закроем посмотрим сколько мне добавить денег так в принципе нормально 1100 стало где-то на 600 я поторговал давай посмотрим что у него можно купить вот что сегодня могу предложить медная вода алмазный ветер ладно выходим не надо мне ничего медная вода алмазный ветер оба так сломалась да так и остается у нас последний так а здесь у нас тупик да хорошо давай взберемся смотри у нас там надо будет сейчас наверно перелететь кое-куда два кипящая лужа это мы с тобой вот здесь дам на не спускаемся а 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 Так, еще у нас два. Блин, попадает своими топорами. Так, здесь оно что, подношением? Сварук, давай сделаем подношением. И в замене я получаю зубья сваруга. Так, ничего нету. Думаю, мне хлеб надо. К сожалению, жизнь не восстанавливается так, как я хотел бы. И быстренькое перемещение в кипящий лужин. Глядь, дрожит уже. Раньше стоял, потом бежал. Сейчас вот видишь уже. Как дрожит. Ну, холодно, конечно, да. Так, вот здесь, наверное, наверх пойдем. Потом пойдем в правую сторону. Ух ты. Так, подожди, подожди. И это у нас баба яга, да? Вещь, конечно, хорошая. Пообщаться с ней. Ну, для начала мы с тобой еще кое-куда сходим. Вот сюда. Что у нас здесь? Сражение. Так, у меня сломалось, да? Как-то все у меня очень быстро ломается. Так, у меня сломалось, да? Ну, это вот. и очередная руна да вот для лучше нашего оружия ладно все в принципе выходим туда ну как выходим мы сначала пообщаемся с бабой и потом конечно же выходим не тесно где же жена это моя ладно заходим здравствуй вам неожиданная встреча присядь похоже ты замерз до вечи отведи меня к мои это же так просто для тебя прости милок но не могу я этого сделать никто не может выжить когда в избе летишь и лишь женщина вороны мой кот и его мышь не нужны чары волшебные можешь ли мне что-то помочь тебе нужны заказанные вещи или быть может что-то еще давай благословлением так здесь все за кости да я туда быстренько все изучаю так и последнее благословление так колдовством а вот за колдовство по-моему требует она и сеть есть закладу на вещь а то есть вторую вещь может создать бесплатно злой рук так 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 купить приносящий удачу купить и предмет приносящий неудачу конечно же удача так и устранить злой рук готова так выходим что у нас судьба иван зависит от его выбора чему научился иван смотри что не убивает да если я буду сражаться с большими монстрами я буду обучаться быстрее о да это мне пригодится так здесь у нас с тобой хлебушек так давай обновить накованию отлично так здесь мне нужны ресурсы до серебряная руда нужно не хватает немножко ай-яй-яй тут конечно же нужно монеты мне ладно давай значит смастерим что-нибудь новенькое видишь дальше конечно если я прокачаю третий уровень вот это последняя у меня будет ну выбрать чертеж какой-то не знаю что это такое так давай значит мы выбираем конечно же молот не за мне больше он нравится так тут мы выбираем топор перуна так а вот здесь давай посмотрим при поломке оружия иван исцеляется прикольная вещь при поломке оружия с него падает сокровище так но подожди вот это мне кажется да оружие труднее сломать а вот дальше конечно не знаю при поломке оружия из некоторое время усиливается разум давай тело усиливается так дальше что у нас здесь дальше будет так наносит небольшой урон нечисти а это что у нас заставляет врагов кровоточить на некоторое время так давай наверно причинят много боли врагам кровяной клык здесь мы с тобой легким то он так серебряная рта металла удачи и везения давай удачи и везения а здесь у нас с тобой будет так уменьшает не везение при ударе по врагу да не знаю давай наверно кого течение создадим поехали готова есть а что у нас здесь урна была в руках ивана хорошо крестьяне часто теряют обереги пашенных землях ивана идет туда чтобы найти что-то для себя ивана злится и ему нужно что-нибудь разбить он впадает в я чтобы разнести вещи и такие-то мини-задание что ли давай наверно мертвый лес выглядит очень гостеприимно но он должен войти это единственная дорога к марии мариевне поехали все побочные задания мы не знаю есть ли такая возможность я думаю что они конечно же сохраняются со временем надо сначала нам конечно же выполнить с тобой сюжет очку что за умышляешь яга скажи не то я почему отправила его ты в эти края страшнее ночи мертвый лес здесь провелось немало крови душ умерших ходят здесь гремя цепями нет покоя прекрасного града царица готова с покоем проститься и хоть она добра и красиво мысль о месте очень затмила кузнец имел великий дар людей меняться убеждал и хоть темно в лесу и сыра он неустанно наступал так ладненько поехали это жутко так макоша давай сделаем под ношением чего-либо давай клевер ничего не происходит наверное я просто и не понравился а блин читана было другое сделать жалко так ты кто такой что что ты пытаешься сказать не понимаю нет даже давай на его так не понимаю тебя прощай странно конечно да он промычал мне не понял что он сказал так новые монстры у ее как ты знаешь видим и невидимая и становится вот не все удары походят на ней а а а и а и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, это у нас тупиков... Так, а может где-то есть вход в какую-то пещеру... Продолжение следует... Не думаю, что тебе стоит идти дальше, кузнец... Почему? Что не так? Что вы здесь... здесь стали? Мы с... Солдатой Марии и Мариевны, мы идем домой... Но нам пригодил дорогу призрак... Мы готовы сражаться с живыми врагами, но не с призраками... Что же это за план? Мы пытались... Придумать план... Так, а вдруг я могу вам помочь? Но может быть есть способ пройти мимо? Я зазлив его... Я попытаюсь... Попробуй, но не вини нас о своей смерти, если до этого дойдет... Если тебе удастся пройти, мы донесем Марии Мариевне твоей удачи... Так, знать бы еще, куда я должен, да, вот идти... Так, немножко Иисусов... Опа... И сумученный писок... Ни шагу вперед, иначе я обрушу на тебя свой гнев... Что случилось? Бедняга... Я умерла страшной смертью... Только это меня здесь и держит... Пока я не уйду из этой жизни, тебе не пройти... Я помогу... На этой проклятой земле меня держит гнев... Гнев? На кого? На мою ужасную сестру-близнеца... Это она убила меня... Ничего хорошего не вышло... Вскоре после этого она умерла... Если она умерла, почему ты злишься? Я не смогла отомстить... Когда это сделаю, то и сама смогу уйти... Говори, что сделать... Она похоронена неподалеку... Оскверни ее могилу... А если вдруг моя сестра будет там... Уничтожь ее... Не разговаривая с ней, она умеет врать... Хе-хе-хе... Обязательно... О, это еще... О нет... Это она тебя сюда послала... Ведь так... Эээ... Так... Я не знаю... Это не моя сестра... Чего? Это... Она это я... Я она... Мы убили себя... У нас было одно тело на двоих... При жизни мы были одним и тем же человеком... Самоубийство было ужасным решением... Мы передумали как... Да... Уже лежали на земле... Но было поздно... Почему в виде писаков вас двое? В момент смерти наша душа разделилась на двое... Теперь она... Ее лучшие и худшие части... Существуют отдельно... И все хорошее, что осталось... А она все плохое... Так... Помоги мне... Если ты хорошая часть души... Помоги мне пройти через лес... Помоги мне нам воссоединиться... Тогда я пропущу тебя... Если тебе это интересно... Я знаю, где в этом лесу спрятан клад... Ммм... Сокровища кладами всегда интересны... Хорошо, хорошо... Но сначала ты помоги мне... Нам нужно овладеть одним и тем же телом... В этом случае наши души воссоединятся... А потом мы отойдем... В лучший мир... Умерет ли обладатель тела? Нет, нет, нет... Будет... Неприятно... Но этот человек выживет... Он просто должен позволить нам... Сутки пробыть в его теле... Ммм... Ну, не знаю... Ладно, давай... Будет сделано... Хотя, конечно, это как-то... Подозрительно, да? Подозрительно, да? Вот... Человек должен позволить... Двум душам... Прожить в его теле... Целые сутки... Ты убил мою сестру? Так, как раз этим занимаюсь... Так, давай, я поговорил с ней... Она врет! Я тебя просил, не разговаривай с ней... Ээээ... Так, я тебе не верю... Сдохни! Эээ... Ну, блин... Чё такое сразу... Сражаться, да? Надо... Так... Так... Подлетимся... Эээ... Видишь, что много помощников... Иди сюда... Би тебя, дудо... Хе-хе-хе-хе-хе-хе... Неужели... Хорошо, давай к этой сестре сейчас подойдем, скажем... Он просто должен позволить нам... Ага... То есть... А это хочется, чтобы, да? Мы воссоединились души... Ну, как же... Души есть, и я уже одну убил... Так, давай, значит... Сейчас мы сюда еще зайдем... Посмотрим, что... А, здесь у нас тупи... Все-все-все, все, я понял... Так, починить... Хлеб в шуге есть? Хотелось бы... Поискать... Влече еда... Есть свежеспеченный хлеб... Пригодится... Берем... Так, давай, наверное, прямо пойдем... Точнее, да, вот направо... Потом уже дальше... Как тебе повезло встретиться со мной... С чего это? Я хочу... Опробовать на тебе свое новое... Чего? Видишь, что вы устла? Он умеет шутить... Первый осел-шутник... Это мое предложение... Осел шутит... Если ты засмеешься... Я дам тебе пять копеек... А вот если засме... Если засмеешься... Ты мне... Даешь десять копеек... Ну... Не знаю... Давай... Согласен... Иди поздоровайся с ослом... Потом он пошутит... Хе... Ну давай... Привет, осел! Что говорит христианин? Зайдя... Срай... Что? Ой... Не сме... Подожди... Давай не смеяться... Совсем не смешно... Плохая шутка... Плюс пять монет... Ай... Все... И больше ничего... Серьезно... Опа... Так... Сражение... Есть... А тут мы избавились... Летучие мыши... И еще двух... Уничтожили... Так... Что у нас с тобой здесь? Эй! Там безопасно? Я могу выйти? Горящая граница... Да, все тихо... Покажись... Благодарю тебя... Добрый молодец... Старушка... Что случилось? Я пришла навестить могилу мужа... И... Тут на меня напали эти звери... Я забыл основной... Чтобы спастись от них... Если бы не ты... Это было бы последнее... Что я... Сделал в своей жизни... Не за что... Не напоминай... Опа... Монетки посыпались... Ой... Бабка-то не бедная... Ну ладно... Спасибо, бабуля... Опа... Это еще у нас... Что такое? Нужда... Скажи на милость или любезно селяния... Что тебя тяготит? Велика ли нужда твоя? Ооо... Я даже не знаю... Ничего... Велика нужда... Давай... Я нуждаюсь... В смысле? В чем? А что это такое? То есть он постучал по камню... Что-то образовалось? Слушай, я даже не знаю, что это такое... Далее не знаю Как случилось? Многие Так, так, посмотрите, что тут у нас. Похоже, пришло время завершить затянувшийся ужин. Твои пальчики были объединены, такая вкуснятина, с хрустящими косточками. Так, моя рука, ты отняла у меня руку, злодейка. Это не я, ты сам не оставил её. Что мне оставалось делать? Не оставляй же её там гнить. Так, ну что ж, давай будем нестить, да. Ого, нифига себе. Жизни, жизни, жизни. Жизни, слушай, она чем-то стреляется и очень мощным. Готово, бабуля. Ты многому научился с нашей последней встречи, я ещё приду за тобой, а мои ножки будут наточены. Ножи, да? Так, я не уничтожу тебя, если встречу ещё раз. Так, блин, я чё её отпустил? А как же, да, вот рука моя, отместить же надо было. Так, и смотри, это у нас с тобой выходит полностью с этой локации. Конечно, мы этого с тобой не делаем, потому что у нас там есть ещё один поворот туда, куда я с тобой ещё не зашёл. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, поднимаемся сюда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, а здесь у нас печка, да? Блин, я даже не знаю, что делать. Так, печи ничего нету, забраться. Давай. Кипящая лужа. Ну, слушай, я даже не знаю, походу надо выходить полностью отсюда, на новую локацию, наверное. Больше здесь ничего нету. Хотя, конечно, вот, да, вот там надо взять какого-то человека, чтобы вот призраки бобыли в его душе сутки. Как-то странное задание. Просто, мол, мальчаливый мальчик стоял у нас какой-то. Я вот думаю, может быть, что-то я должен сделать все-таки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, и что у нас с тобой здесь будет? Судьба Ивана зависит от тебя. Так, смотри, что-то новенькое у нас появляется, да, вот. Помогите мне помочь вам. 15 от купеческой цены. Судьба благословит праведников. Давай, плюс одна судьба. Так, починка. Поселение Марии Марьевны было неподалеку Ивана, набрался смелости и вошел. Поехали. Мария хочет поговорить с тобой. Ступай и поговори с ней немного. Но затем снова за часик ко мне. Но не уходи слишком быстро, старуха. Приветствую тебя, странник. Должно быть, ты устал после долгого пути. Садись с нами у огня и проведем тебе разные истории. Где я? Что это за места? Мертвый лес. Много крови было пролито в этом лесу. Теперь в нем обитают духи, которые... Водительствует... Кощей. Кощей? Какой Кощей? Кощей бессмертный. Древние бессмертные веками он устраивает набеги на мое королевство. А в прошлом году он пришел и истребил людей моего отца. Он явился, возглавляя армию духов, восставших из мертвых. Что ты делаешь? Красавица. Я вместе с оставшимися частью моих людей пришла сюда на поиски возмездия. Мы уничтожим Кощей, даже если это будет стоить нам жизни. Так, поручение царя. Я здесь поручение царя. Он хочет, чтобы ты стала его женой. Царь хочет, чтобы я стала его женой, но мы даже никогда не встречались. Так, королева воинов. Да вот так. Ему как раз нужна королева воинов. Королева воинов должна быть на поле битвы. Ей не место в замке. Она достойна носить это имя, только если готова уметь без стыда. Ну, не знаю. Давай, красота ненаглядная. Он отправил меня на поиски самой красивой женщины во всем белом свете. Тогда тебе стоит поискать ее в другом месте. В мире много женщин, которые прикоснили меня. Хорошо, давай, мудрая царица. Сможешь помочь жителям наших краев. Мать моя была мудрым человеком, а у отца храбрости было не занимать. Но теперь их участие в могиле лежать. Так, ладно. Давай тогда последний вариант. Это правильный выбор для вашего народа. Не понимаю, чем этот брак может помочь моему народу. Может быть... Безопасность? В нашем смысле твой народ будет большой безопасности. Может и так, но никто из них не станет скрываться в застенках, пока у них есть возможность отомстить за погибших. Я умоляю тебя. Пожалуйста, я умоляю. Вздыхает. Не все в этом мире можно решить, выполнив задание, но пусть будет так, как ты пожелаешь. В противном случае ты от меня не отстанешь. Я не могу принять ничего предложения, пока в моих краях такое неспокойное положение. Когда старый водник в своем болоте покой найдет, которое он домом зовет, когда плоднится, встретит такую сильную любовь, которая вернет ей доброту, лишь только тогда возвращаясь ко мне. И, возможно, я отдам царю свою... Да, корону. Но, блин, я не знаю. Получается, у нас с тобой будет несколько заданий. Так, а ну давай. Пежде чем ты уйдешь, поговори со мной, парень. Будешь потом мне очень благодарен. Радость. Я мне незнакома, не вижу в этом ничего такого. И, услышав про мои задания, любой бы пришел... Да. Так. Но все же потеряно. Мы известны о твоем положении. Я дам тебе совет, который подает тебе спасение. Так, а был ли водник покой? Можешь и так поступить, или можешь отправиться в его болотистые владения и спасти людей, которые сбил с пути его густой туман. А что с сердцем морозка? Горит ли оно алым пламенем? Оно может сработать, дорогой Мэй, но подумай получше. Найди хорошую деву, очень хорошо. Сначала растопить ее сердце можно разными способами, и их немало. Что с любовью плутницы? Ей давний возлюбленный мертвый, и сердце ее неспокойно. Но кое-кто все еще здесь, и ты можешь помочь ему добиться ее руки. Спасибо. Спасибо тебе, ведьма. Мне пора идти, по-твоему, советам, нужно многое найти. Теперь вступай, дорогой кузнец. Поработай своей крепкой рукой, или тебе нужный чарик колдовск не может приворот? А, ну в принципе, да, пригодится тогда. Давай. Так, все, покупаю тогда у нее. Закусточки, да? Готово. Так, выйти. Так, и давай, наверное, значит, мы заканчиваем прохождение Яги с тобой, потому что у нас надо выполнить несколько заданий. Что-то связано с морозкой, что-то с полудницей, где-то даже связано с Кащеем. Наверное, будет несколько миссий, заданий. Если понравилось, это русское меропрохождение, ставь, пожалуйста, лайк, подписывайся на канал, комментируй, и, конечно же, нажимай на колокольчик. С тобой был TheMaxGames, на сегодня все, всем спасибо, всем пока.